Здания медучреждений в регионах, которые уже давно простаивали, будут отремонтированы и сданы по назначению. Информацию озвучил сегодня премьер-министр в рамках рабочей поездки в Исокульскую область. Первым в списке у главы правительства были как раз-таки больницы. В селе Карако он посетил госпиталь, где обслуживают около 8 тысяч человек. Здесь, по информации местных врачей, созданы льготные условия по получению лекарств согласно электронной записи. На данный момент ведутся работы по разработке электронной очереди, телемедицины и электронной истории болезни. Несмотря на пандемию COVID-19 и дефицит бюджета, запланирован ремонт нескольких зданий медицинских учреждений в регионах, которые многие годы простаивали и не работали. В данное время по республике ведутся работы по строительству и реконструкции 12 медицинских объектов. Эти больницы будут оснащены современным оборудованием. Работы выполняются согласно утвержденному графику и качеству ремонтных работ медицинского учреждения. Будет уделено особое внимание. Как известно, в районных центрах ремонтируются не менее трех километров дорог в год за счет республиканского бюджета. Кубатбек Буронов проверил также строительство и реконструкцию внутренних дорог региона. Здесь ведется строительство на общей протяженности в 15 километров дорожного полотна. Глава правительства осмотрел работы на улице Тойчубекова, Турусбекова в селе Бакамбаево Тонского района. На улице Турусбекова ремонт уже проведен почти на полутора километрах, а на Тойчубекова работы выполнены на одном километре 700 метрах. Последние работы проводим в районе Тюб. Премьер-министру презентовали проект по обеспечению питьевой водой и строительством очистных сооружений в селах Бакамбаева, Каджеса и Козылту Тонского района. Сейчас ведутся работы по проектированию. Сельское хозяйство – основа экономики Кыргызстана. Как отмечают правительствия, приоритетом в поддержке предпринимателей является как раз агробизнес. Программы по льготному кредитованию, лизинг специальной техники – все это, по словам премьер-министра, будет и дальше осуществляться в активном режиме. Главная цель – создать все необходимые условия для развития аграрного сектора и экспортного потенциала страны. Буронову показали и урожай в селе Ирдык Джетеогусского района. Хороший урожай огурцов. В день во время сезона мы собираем до пяти тонн. В этом году особенно хорошие плоды принес чеснок. Это местные. Семена завозят из Казахстана. Ну а завтра премьер-министр ознакомится с ходом строительства детского сада на 120 мест в городе Каракол и ремонтом отделения инфекционных заболеваний Иссыкульской районной больницы в городе Чопуната. Айзаду Румбаева, Эмиль Талайбекулу, Пирамида, Иссыкульская область.